Мы записываем это наше с вами общение в канун вашего дня рождения. Вашего юбилея 60 лет. И так получилось, что последние 5 лет своей очень яркой, интересной, насыщенной жизни вы проводите в Республике Башкортостан. И, как мне кажется, вы этому очень сильно рады. 19 марта этого года Радий Фаридович дал неожиданное большое интервью башкирскому спутниковому телевидению. И формально это интервью было приурочено к его надвигающемуся 60-летию. Но на самом деле это, конечно же, было первое предвыборное интервью Хабирова. Выборы Путина отгремели и триумфально закончились. И на носу у нас теперь выборы главы Республики Башкортостан в сентябре 2024 года. И Хабиров, судя по всему, решил с места в карьер сразу же заняться процессом агитации в свою пользу. Интервью снималось в кабинете. Хабиров был в такой расслабленной позе в изумительных итальянских ботинках. Напротив него в скованной позе сидел журналист Дмитрий Каретко. Тщательно невыбритый или тщательно выбритый, это сложно сказать. Неожиданно, честно говоря, для меня был выбор журналиста-интервьюера. Кто такой Каретко, мало кто знает. Но мальчик старался изо всех сил. Безусловно, косплеил Елену Прочаковскую, всячески заглядывая в глаза дорогому руководителю. Сыпал бесконечными комплиментами и понегриками. Выглядело это, конечно, жалко. Прямо скажем, сыграть Прочаковскую у Каретко не очень получилось. Начали с острых вопросов. Прямо с места в карьер был задан вопрос об участии Хабирова в «Крымской весне». Дескать, какую такую роль вы, Радий Фаритович, сыграли, что удостоились высокой награды за, как говорится, взятие Крыма. Но, вопреки ожиданиям, моим, например, ожиданиям в том числе, Хабиров не раскрыл свои роли. И участие в процессе присоединения Крыма к Российской Федерации как-то, значит, в общих выражениях, там, начал, дескать, я там участвовал в этих каких-то очень значимых процессах, там, и так далее, и так далее. В общем, отболтался абсолютно общими фразами. Зачем, в принципе, был задан этот вопрос, непонятно, потому что ответы на него не прозвучало. Но, надо напомнить, какова роль Хабирова была действительно в присоединении Крыма. Хабиров обеспечивал тылы. Он занимался, работая тогда в администрации президента, занимался идеологической частью вот этого самого присоединения. В частности, и конкретно, Радий Хабиров занимался тайной доставкой на территорию полуострова 10 тысяч или, по другим данным, 100 тысяч российских флагов различного формата. То есть, до еще присоединения, до вхождения туда зеленых человечков и прочих-прочих вот этих событий. То есть, он готовил почву. Судя по всему, занимался там какой-то агентурной работой с местным населением. А после того, как было провозглашено присоединение Крыма к России, Хабиров интенсивно занимался взаимодействием в Крыму с местным духовенством и решением проблемы крымских татар. Если кто-то забыл, то была такая очень болезненная тема. Крымские татары были достаточно существенной частью населения Крыма, и они были самыми активными и самыми такими боеспособными. И существовали обоснованные опасения того, что они могут дать отпор вот этой идее присоединения Крыма. И вот тогда Хабиров непосредственно участвовал в взаимодействии между духовенством вот этим крымско-татарским и наиболее активными, агрессивно настроенными частью вот этих вот крымских татар. Собственно, все это взаимодействие связалось к тому, что людям сначала пообещали всевозможные преференции и решения их, в том числе земельных вопросов, в их пользу, в обмен на лояльность. Ну и в конце, как обычно, как водится, обманули. То есть, вот, собственно, чем занимался Хабиров в Крыму. На самом деле. А не вот этим вот всем, что он там каретка изложил, что он, дескать, там принимал участие там в каких-то вселенских процессах и там и так далее, и так далее, и так далее. Реально Хабиров занимался вот такой деятельностью. Вторым как бы острым вопросом, который прямо так неожиданно воткнул, как говорится, радио Фаритовичу этот самый каретка, был вопрос про партию «Гражданская платформа». Ну тут уж точно все забыли эту историю, непонятно, зачем ее вытащили на поверхность. Напомню, что однажды, в далеком прошлом, много-много лет назад, олигарх Прохоров создал некую партию «Гражданская платформа». Начал обильно ее финансировать, вовлекать туда очень известных людей. Там был Урган, там была Пугачева, там были всевозможные такие вот люди. И в администрации президента внезапно переполошились, что вот эта вот вновь созданная партия становится существенно интереснее унылой и всем надоевшей «Единой России». Ну и в бой был послан Хабиров с его подручным Рефатом Шейхуддиновым, такой был персонаж, впоследствии ставший депутатом Государственной Думы. И вот они вдвоем, по сути, совершили некий политический переворот в этой партии. Многие называют это рейдерским захватом. Там технология была весьма замысловатая, но тем не менее, все вот это вот закончилось успешно для Хабирова. И эту партию, по сути, у Прохорова отобрали. И вот на эту тему вопрос задал Каретка. Прямо ух-ух. И я тоже такой думал, ну что же интересно скажет Ради Фаритович. Ну Ради Фаритович, как и в случае с Крымом, отделался общими словами. Ну, он там какой-то понигрик произнес в адрес Прохорова, дескать, это очень талантливый человек и так далее, и так далее. А вообще-то мне все это, значит, пришили обвинение в рейдерском захвате, только потому, что, дескать, я Ради Хабиров работал в это время в администрации президента. Ну, согласитесь, так себе ответ. Непонятно вообще, зачем эту тему вытащили в интервью и, собственно, напомнили про эти достаточно такие хищные замашки Хабирова и его квалификацию по части политических интриг. Далее заговорили о Красногорске. Совершенно не в попад. Господин Каретко напомнил, что в Красногорске Ради Хабиров работал всего-то 19 месяцев. Года 7 месяцев вы были руководителем небольшого, ну, понятно, важного подмосковного города, города Красногорска. Но, тем не менее, Хабиров охарактеризовал этот период так. Во-первых, он туда прибыл, значит, с административной работой в администрации президента и тут, значит, столкнулся с хозяйственными делами. У него не было никакого хозяйственного опыта, как заявил Хабиров, но именно в Красногорске он его обрел. А еще там, в Красногорске, Хабиров, как он выгляделся, заболел парками, скверами и прочим всяким озеленением. Ну, это мы точно знаем, чем он там болен по этой части, потому что вся его вот эта болезнь в большей мере проявилась здесь у нас, в Башкирии, с этими, значит, армянскими сквериками, парками, двориками и всевозможными арками. Вот это все у него, конечно, болезнь здесь расцвела буйным цветом. Хабиров чуть ли не со слезой в голосе сообщил, что ничего, кроме слов благодарности, от красногорцев он никогда не слышал. Он был там прекрасным мэром, прекрасным начальником. Ну, давайте посмотрим правде в глаза, а заодно посмотрим вот этот ролик, где красногорцы действительно с жаром благодарят Хабирова за его деятельность в Красногорске. Дорогие друзья красногорцы, здравствуйте! Немного о нас, о тех, кто сегодня ведет этот митинг. Наконец-то мы с вами добились митинга на родной красногорской земле. 25 незаконных отказов. Представление прокурора мы преодолели, который Хабиров, кстати говоря, так и не исполнил. 8 судебных решений в нашу пользу принято Красногорским судом. И вот, наконец-то, Красногорская администрация сдалась и все-таки разрешила нам, хоть и здесь, не на центральной площади, но здесь, в достойном хорошем месте Красногорска, мы открываем сегодняшний митинг. Говоря о Красногорске и своем последующем переходе в Башкортостан, Хабиров лицемерно заявил, что назначение в Башкирию было для него абсолютно неожиданным. И он узнал об этом буквально за 3-4 часа. Ну, как бы и не надеялся, и не предполагал, и вообще даже не думал про эту Башкирию. Совсем редко-редко здесь бывал. Это, Радий Фаридович, абсолютное вранье. То, что Хабиров совершенно беспрестанно, постоянно и неуклонно следил за ситуацией в Башкирии, это абсолютный факт. Я знаю множество людей, которые по его заданию собирали здесь информацию, работали, не покладая рук, передавали ее Хабирову в Москву. Хабиров активно участвовал, в том числе в негативном ключе в жизни, и Рахимова в поздний период, и потом Хамитова в его ранний и средний период. Это 100%. То есть все разговоры о том, что Хабиров не хотел, не думал о том, что он будет главой Башкортостана, это абсолютное вранье. Это точно. Долгие годы было его абсолютно голубой мечтой вернуться, восстановиться. После вот этого страшного позора, который он претерпел здесь с побегом в багажнике, исключением из партии «Единая Россия», конечно, он спал и видел, как перепелетироваться. Тут, Радий Фаридович, вы, как говорится, господин Саврамша. Ну и завершая отвечать на вопросы по Красногорску, Хабиров неожиданно признался, что самые счастливые его годы в его жизни, это были годы в Красногорске. Ну, года не годы, а полтора годика. И он говорит, что там были понятные задачи, там было прекрасно, все было замечательно, как дома. А вот здесь, имея в виду в Башкирии, он, как он выразился, как на сковороде, как на тарелке. Для нас это самые счастливые годы нашей жизни. Это вот год и семь месяцев, там семь и восемь месяцев, которые мы прожили. Потому что там объем работы мне был понятен. Там, конечно, не такая беспокойная работа, как здесь, не такие вызовы, которые здесь есть. Не такая публичность, просто сотрясающая. Потому что ты публичен, ты здесь, как на тарелке, ты видим. Ну, вот тут, как говорится, прорвалось подсознание. Действительно, Хабирову, судя по всему, оказались не по плечу задачи масштаба региона. И ему действительно было в самый раз, наверное, в Красногорске. Вот это его масштаб личности, его масштаб административных возможностей и организационных его успехов. Хотя, повторюсь, это тоже большой вопрос. Насколько успешно он отработал в Красногорске и сколько баянов было порвано в момент его покидания Красногорска. Насколько мне известно, красногорцы еще долгое время по возвращении Хабирова в Башкирию высказывали соболезнования жителям Башкирии в связи с тем, что туда переместился их бывший начальник. Так что, ну, тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Коснулись в интервью немножко и взаимоотношения Хабирова с предыдущими главами Республики Башкортостан, с Рахимовым, с Хамитовым. Он в своем интервью нынешнем утверждает, что и к Рахимову, и к Хамитову он относится хорошо и с уважением. И он, кроме всего прочего, очень хорошо понимал личность Муртазы Губайдуловича Рахимова. Я эту личность уважал и очень дорожил тем, что я работаю в этот период. Это очередной сеанс лицемерия со стороны Хабирова, потому что, ну, Муртаза Губайдулович был человеком для него, который нанес ему самое страшное оскорбление и самое страшное унижение, которое Хабиров вообще когда-либо претерпевал в жизни. Я имею в виду опять этот эпизод с изгнанием из Республики, с попыткой, значит, посадить Хабирова, Муртаза Губайдулович реально распорядился возбудить уголовное дело и так далее, и так далее. И для этого были кое-какие формальные основания тогда. Там действительно Хабиров был пойман за руку в связи с недостоверным декларированием собственности. И Хабиров тогда просто действительно бежал. Он не просто сел на самолет и улетел, он уехал из Башкирии в багажнике легкового автомобиля, пересек границу, где-то там, видимо, пересел на иной транспорт. Так что, ну, забыть такое и простить, понятное дело, конечно, не получится. Так что все его разговоры о его безграничной любви и уважении к Муртазе Губайдуловичу, это абсолютно вранье. А то, что касается Хамитова, то тут я уже, как говорится, свидетельствую лично. Потому что в то время я работал в администрации президента республики Башкортостан и очень хорошо помню то противостояние, такое негласное противостояние между Хамитовым и Хабировым. О том, как Хабиров строил всяческие козни и его однажды даже на первом этапе вызвал к себе Володин, глава администрации президента. Он тогда отчитал и запретил ему вмешиваться в дела Башкортостана, а вмешивался он очень активно. Был эпизод с тем самым пресловотом Азатом Бардановым, который, будучи руководителем ассоциации башкирских студенток в Москве, устроил вот эту вот провокацию на встрече Хамитова с молодежью в Москве. Мы помним эту историю, там было скандальное заявление об ущемлении татарских студентов и так далее, и так далее. Это на всю страну прогремело. Этот эпизод был организован лично Хабировым через Азата Барданова. Далее было масса всевозможных подлянок, которые устраивал Хабиров Хамитову в процессе выборов через партию «Справедливая Россия», которую он здесь контролировал через своего ближайшего дружка Костю Шагимуратова, который теперь стал главой контрольно-счетной палаты республики и так далее. То есть тут, извините, тезис о том, что Хабиров с уважением, почтением и дружественно относится и к Хамитову, и относился к Рахимову, это, конечно, очередное наглое враньё. Ну, в общем-то, Хабиров, завершая свои вот эти рассуждения о том, как он возвращался в Башкирию, упомянул, что его кумиром на данный момент в управленческой сфере является почему-то Митхат Шакиров. Хабиров — это ещё коммунистический лидер республики Башкортостан, ну, Хабиров намеревается ему воздвигнуть какой-то монумент здесь в Башкирии. Ну, в общем, его выбор, конечно, идеалов и кумиров, он весьма странный. Ну, и завершил всю вот эту вот билиберду по поводу его момента перемещения его обратно в Башкирию. Хабиров тезисом о том, что проблемы последних пяти лет только сплотили наше общество, а не вызвали ожесточение. Ну, весьма спорный, прямо скажем, тезис, особенно на фоне и Куштау, и событий в Баймаке, и вообще отношения жителей Башкортостана, а в особенности башкирской части жителей Башкортостана лично к Хабирову, этот тезис весьма, весьма, значит, спорный. Всю дорогу, пока Хабиров отвечал на вопрос и рассуждал о своем возвращении в Башкирию, журналист Каретка всячески и безостановочно подчеркивал героизм Хабирова, вставляя его восхищенные, значит, ремарочки о том, что как Хабиров вообще, он в глазах Каретка, он просто абсолютный супергерой. То есть, Хабиров лично едет в Сибай, в горящий карьер чуть ли не кидается, входит в ковидные палаты, значит, презрев смертельную опасность, дарит донецким детишкам часы, завязывает башкирским детишкам шнурки, отважно выступает на горе Куштау, ну и так далее, и так далее. Честно говоря, в своем стремлении переплюнуть мадам Прочаковскую Каретка, конечно, был отчетливо замечен, но, повторюсь, не преуспел по-настоящему. Далее в интервью посвятили отдельный вопрос событиям на Куштау 2020 года. Хабиров охарактеризовал эти события так. «Это был большой урок лично для него и для власти в целом. Когда у народа появляется идея, идти против народа нельзя», – заявил Хабиров с пафосом. Дима Каретка благоговейно закивал головой. Далее Хабиров заявил, что именно он развел противоборствующие стороны и, как говорится, обеспечил мир и дружбу и жвачку в республике Башкортостан. Ну, то есть, он в этот момент, дескать, находился в стороне, вне этого конфликта. И когда он увидел, что конфликт, как говорится, закипает и стал уже опасным, он кинулся в гущу событий и героически развел в сторону людей, которые чуть было не допустили смертоубийства. Далее Хабиров заявил, что после всего его героического действия Путин принял мудрое, прекрасное для республики Башкортостан решение. Национализировал БСК и теперь БСК служат республике. Неужели? Радий Фаридович, а сколько, сколько, сколько мы получили дивидендов от БСК в последние годы после вот этой национализации? И можно ли сравнить это, например, просто с суммами налоговых отчислений от БСК в прошлые годы? А давайте-ка по бухгалтерии пройдемся, а то вот это все ваш пафос про чудесные и волшебные решения Путина, это все одно. А давайте денежки посчитаем. Но до этого не дошло. А завершил свое описание ситуации на Куштау Хабиров и вовсе унизительным образом. Он объявил защитников Куштау людьми, которые не преследовали ни экологические цели, не преследовали никакие националистические идеи, ничего. Они были просто, оказывается, романтики. Там большое количество, как я говорю, романтиков было. Знаете, вот светлых таких людей, которые пришли защищать горы, которые считают, что это так должно быть, что это достояние. Это люди, знаете, это не национальные протесты, это не какой-то экологический протест. Это то, что называется люди, народ. А сказал нет. Романтики в устах Хабирова прозвучало, как какие-то маргиналы, как какие-то недоумки, какие-то недоросли. Ну подумаешь, что какой-то романтический у них был порыв, и пошли они на гору, как говорится, драться с ОМОНом. Зашибись, романтика. При этом, описывая ситуацию на Куштау, Хабиров категорически забыл сказать, что сам он перед всем этим конфликтом с яростью защищал интересы собственников БСК. По сути, разжигает этот тот самый конфликт. Ради Фаридович категорически забыл сказать, что его подчиненные, Мурзагулов, иноагент ныне, Сидякин, Барданов, лично подвозили тетушек на эту гору, чтобы, как говорится, что? Чтобы погасить конфликт, вот этих вот парней с кулаками туда привозили. А еще Хабиров, конечно же, забыл сказать, что спешно помчался он на Куштау не потому, что он понял, что там запахло жареным, а потому что ему из Кремля позвонили и сказали, Ради, ты что там у тебя творится-то? Ну-ка, бегом, руки в ноги, помчался туда, хоть пешком, хоть на вертолете. Вот тогда он побежал, а как мокрая курица стояла там под дождем, умоляя эту толпу успокоиться и разойтись. Вот, что забыл на самом деле рассказать Ради Хабиров. А теперь, глядите, какой миротворец, и теперь вот какой он, значит, мудрец и такой, значит, всеобщий отец на фоне вот этих вот романтических проявлений башкирского народа. Ну, как говорится, здесь больше нет слов. Довольно немного, к моему удивлению, в этом интервью посвятили внимание специальной военной операции. Ну, заговорив о специальной военной операции, Хабиров тут же заявил, мы за страну, мы за родину. Ну, и тут даже Дима Каретко не выдержал и закатил глаза. Мы за страну, мы за родину, мы себя считаем самым настоящим патриотом. Далее Хабиров продемонстрировал изумленному журналисту свой, как он выразился, иконостас. Ну, вот именно так он назвал набор флагов воинских подразделений Башкортостана, которые сейчас воюют на СВО. У него такой длинный-длинный ряд маленьких одинаковых флажков, на которых напечатаны там портреты разных героев, там, именем которых названы эти подразделения. Вот длинный-длинный ряд, он назвал иконостасом. Я не знаю, оскорбит ли это чувство верующих, и вообще, что за вера такая у Хабирова, но у него иконостас в виде вот этих флажков. В моем кабинете, вот, пожалуйста, это мой иконостас. Ну, и завершил свой краткий ответ на вопрос по поводу СВО Хабиров заявлением о том, что риска он не боится, и завещать из кабинета он не намерен, это не для него. Потому он там частенько ездил на СВО, насколько я знаю, сейчас ему это делать запретили. И отдельно Хабиров подчеркнул, что он персональный враг, то есть Украины, вооруженных сил Украины, значит, и он там состоит у них во всех списках. Ну, безусловно, он состоит в санкционных списках Европейского Союза и США, в первую очередь запретивших ему посещать их территории, потому что вот он вот там, по их мнению, он там, значит, совершил что-то неправильно. Вот в этих списках он, да, состоит. Не думаю, что там Украина непрестанно охотится за Хабировым, и он является там какой-то для них целью, но вот Хабиров этим очень гордится. Вообще, конечно, набор вопросов и тем, которые обсуждалось на этом интервью, ну, не переставал вызывать у меня удивление. Я уж так прямо скажу, недоумеваю, какой идиот составил вот этот набор вопросов, ну, очевидно, с целью объявить Хабирова, сделать его более белым и пучистым, но достигли они абсолютно противоположной цели. Так вот, следующим вопросом был вопрос про ту самую историю с гранатой, вот когда там Хабиров кинулся спасать этого бедолагу. Вот про эту историю вообще нужно забыть, перестать ее поднимать на поверхность. Они ее обсудили. Ну и что получилось? Хабиров так как-то по-детски сказал, ну, и когда его спросил каретка, а чего этого и рать-фарича-то взяли, да поехали, прям там героически, как обычно, там в пекло кинулись. Хабиров говорит, ну, он попросил, я и поехал, ведь билет на войну я ему выписал, зачем-то признался Хабиров. Парня мы уговорили, но он потом покончил с собой, сам свою жизнь переломал, но он остался для меня солдатом. Это конец цитаты. Вот так Хабиров описал эту ситуацию. Вообще вот эта жалкая инсценировка под режиссурой все той же Прочаковской, вот с этой гранатой, с этими разговорами, там, ну, очень сильно, конечно, повеселила тогда публику. Все помнят, как все было организовано как бы спонтанно. Ну, особенно была спонтанная футболка цвета хаки у Хабирова, когда ему неожиданно во время совещания позвонил вот этот вот парень, который там с гранатой угрожал всех поубивать, значит, на этой дороге. Ну, и, как говорится, помог Хабиров этому парню очень эффективно, аж до такой степени, что человек взял и повесился потом в СИЗО. Ну, как бы повесился? Наверное, повесился, я точно не знаю. Так вот, вот эта вся история, вот с политтехнологической точки зрения, мне просто слезы на глазах наворачиваются. Райти Фаревич, вы чем там вообще думаете? Вы с кем там советуетесь? С этой кареткой, что ли, вообще? Ну, это же горе какое, нельзя о таких вещах говорить, надо поскорее о них забыть. Потом немного поговорили, как говорится, о том, о сём. Ну, обо всём сразу. Хабиров рассказал, что он хронический оптимист, но при этом нужно дожимать проблемы, и вообще он очень любит это слово дожимать, 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 дожимать. Ну, мы и сами знаем, что Райти Фаревич, вы это слово любите, что бы оно ни означало. Потом Хабиров зачем-то заявил, что Башкирия – это крепкий, зрелый регион с растущими темпами развития, что тоже, ну, не бесспорный тезис на самом деле. А хорошего у нас в Башкирии больше, чем плохого. Ну, судя по всему, это был девиз вот этого самого интервью. Журналист-каретка пытался вывести Райти Фаревича там на какую-нибудь здравую стезю, намекнул, что давайте поговорим там про Беларусь, про наше успешное сотрудничество с Беларусью. Хабиров почему-то заговорил про Казахстан, долго-долго рассказывал, как там все рады его приезду, а потом вдруг понял, что вообще-то вопрос был про Беларусь, и обратно вернулся к Беларуси. Ну, в общем-то, какая-то такая немножко случилась билиберда в этом интервью, в этот момент. Потом поговорили немножко о личном, как известно из политтехнологических учебников, о личном говорить надо с умилением, с гордостью. Хабиров многократно рассказывал о том, какая счастливая семья его окружает, и как ему повезло в жизни, что это самое главное, и бла-бла-бла, и что жена у него занимается живописью, и в кабинете, вот, посмотрите, висит у меня картина ее работы. Все это было очень миленько, очень мимимишно, даже поговорили о пристрастиях Хабирова, и он вновь сообщил нам о том, что мастера и Маргарита все больше поглощают его душу, вот так он заявил. И даже процитировал, прямо сходу, прямо вот сходу такой на ум пришло. Цитата, собственно, была довольно длинной и немножко непонятной, я порылся в тексте мастера и Маргариты, и цитаты этой не обнаружил. Может быть, плохо искал, но я еще раз попробую поискать, но вот, честно говоря, я неплохо знаю это произведение, и вот того, что процитировал Хабиров, я там не нашел. В общем, вот это вот раздел интервью о том, о сем, прямо, скажем так, получился не очень. Был вопрос и о потерях. Ну, имеется в виду потери близких, потери друзей на вот этом нелегком поприще губернаторства в Башкирии. Хабиров с печалью и грустью в голосе сообщил, что ему действительно уже 60 лет, а это такой возраст, когда много-много потерь. Вспомнил боевых товарищей Ахмедханова, Мустафина, причем я вот честно скажу, я очень верю, правда, без всякой иронии, верю, что Хабиров очень грустит о Мустафине. Вот это, ну, один из немногих моментов, когда у него очень правдоподобно это все. Вот правда, видимо, было ему хорошим товарищем. Я с Ульфатом Мансуровичем встречался только однажды, и он на меня произвел очень положительное впечатление, чисто в человеческом плане. Там никаких деловых и прочих взаимодействий у нас с ним не было, но он мне понравился. Вот тут Хабиров, видимо, не кривил душой. Ну, а дальше, как обычно, пошел кривить душой во всю силу, заявив, что каждый погибший на СВО, он проходит через его, Хабирова, сердце. И, как говорится, вот он настолько к этому душевно относится, что, встречаясь с родственниками погибших, Хабиров ни разу не слышал ни упреков от родителей и жен этих убиенных на СВО. И, как говорится, одно только спасибо звучит Хабирову, вот как он заявил. Вот тут я, честно говоря, вздрогнул. Я с таким каким-то трепетом представляю себе встречу чиновника или вообще просто человека с семьями людей, которые погибли в этих боевых действиях. И чтобы они говорили спасибо, спасибо за что? За то, что, как сам сказал Хабиров, он выписал билет на войну? Ну, это слова Хабирова, это не я сказал. Если есть вопросы у Следственного комитета, сразу к Раде Фаридовичу по фразеологии. Так вот, за вот этот билет, что ли, спасибо? Я всегда поражаюсь родителям наших ребят погибших. Они всегда говорят спасибо, Раде Фаридовичу. Вот тут меня, честно говоря, как-то покоробило вот это его заявление. Ну да ладно. И еще, конечно, о некоторых потерях Хабиров, наверное, намеренно умолчал. Это те самые его соратники, которые сгинули вовсе не в горниле боевых действий, а, как говорится, по другим обстоятельствам. Мурзагулов, Прочаковская, Беляев, Киреев, Баширов. Все эти люди так или иначе покинули Хабирова, выпали из его орбиты под воздействием всевозможных факторов. Мурзагулов заделался и на агентом, Прочаковская попала под суд, Беляев под суд, Киреев суда избежал, но скрылся неизвестным направлением. А с Башировым пришлось расстаться и отправить его управлять клубом Салават-Юлаев, из которого его теперь тоже, как говорится, впору выгнать еще и дальше. Да, такие потери у Хабирова многочисленны, но о них он предпочел умолчать. Завершить интервью попытались традиционным вопросом о взгляде в будущее. Журналист-каретка задал вопрос такой, что Радь Фарич, а как же там, куда мы смотрим в будущее? Тут же эта каретка проболтался, в общем-то, о цели и задачах этого интервью, заявив, что мы, дескать, здесь с вами подводим итоги вашего первого этапа. Ну, очевидно, отсылка к тому, что будет еще и второй этап, то есть второй срок, на который Хабиров собирается идти. И, собственно, пока ощущается, что Хабиров абсолютно уверен в том, что Путин переназначит его на правление в Республике Пашкортостан. Так вот, ответ на эти вопросы и на эти заходы по поводу взгляда в будущее у Хабирова был весьма неожиданным. Я, честно говоря, сам удивился. Хабиров заговорил о том, что, дескать, не дело в том, что мы там в будущем увидим, там и прочее, а в том, что у нас сейчас накопилось огромное количество проблем. И, как он выразился, нужно лечить болячки, крыши ремонтировать, а мечтать времени нет. Надо наводить порядок, а уж потом мечтать о великом, заявил Радий Фаридович. Он также подчеркнул, что очень много усилий и денег уходит на решение накопленных проблем. Почему я удивился такому ответу? А вот почему. По сути, Хабиров признает, что за 24 года накопилось очень много нерешенных, фундаментальных проблем. Он отчетливо заявляет, что за 24 путинских года Россия, по сути, и наш регион в частности, деградировали, накопили, аккумулировали огромное количество инфраструктурных проблем, которые теперь надо решать. Вместо того, чтобы говорить о возросшем величии и устремленности, как говорится, вверх и влево, Хабиров говорит о том, что нужно решать банально накопленный за путинский этап правления проблемы. Это, конечно, как говорится, у Бродского взгляд правдивый, но варварский. В том смысле, что вообще-то принято сейчас подчеркивать подъем России и устремление ее в какое-нибудь квантовое будущее. А Хабиров вдруг заговорил о прохудившихся крышах и накопленных проблемах. Правда, меня это очень удивило. Ну, давайте и мы подведем итоги этому интервью, которое неожиданно вышло на Башкирском спутниковом телевидении. Ну, первый и фундаментальный вывод из этого интервью – это то, что Хабиров реально начал предвыборную агитацию к сентябрю 2024 года. Для меня в этом нет никаких сомнений. Второе. Ну, Хабиров попытался себя переформатировать и создать себе некий новый имидж и образ. Из вот этого вот брутально активного, невыбирающего выражения, значит, мачо, он превратился в такого мудрого, взрослого и такого неспешного правителя. Ну, попытка сыграть в мудрость, сопряженную с возрастом, как-то, прямо скажем, не задалась. Есть такая поговорка, что не всегда мудрость приходит вместе со старостью, а иногда старость приходит в одиночку. И, как говорится, глупцы просто превращаются в старых глупцов. Ну, я смягчил эту поговорку. Вероятнее всего, вот это объяснение больше подходит, на самом деле, Хабирову. И я бы не рекомендовал ему играть в эту немножко утомленную мудрость дробь старость. Не очень это как-то заходит и не очень ему это удается. Ну, еще один вывод, который я делаю из этого интервью, что лизоблюдство журналиста, кем бы он ни был, очевидно, запрос самого Хабирова. Потому что сменили Прочаковскую на вот эту каретку и получилось примерно то же самое. Ну, конечно, как у Прочаковской не могло у каретки получиться, но что-то такое очень подобное. То есть, у Хабирова реально запрос на вот эту вот заискивающую форму общения. Там, дорогой Радь Фаридович, как вам удалось стать таким прекрасным? Как вы смогли стать таким совершенством? Как вам это удается? Научите, мы хотя бы попробуем повторить. Ну, честно говоря, немножко подташнивает от этого всего. Ну, и самый главный вывод, который я делаю из этого интервью, что Хабиров очевидно стремится обелить перед населением, перед своими избирателями свое прошлое, свой бэкграунд. Вот этот вот весьма-весьма подозрительный, весьма сомнительный. Все вот эти участия в этих вот затеях и процессах, конечно, вызывают много вопросов у тех, кто помнит. И ему необходимо себя сделать белым и пушистым. Что, собственно, наверное, даже невозможно. Я бы все-таки рекомендовал подзабыть ему о некоторых эпизодах его бурной молодости и прошлого. В том смысле, что народ у нас имеет короткую память про партию «Гражданская платформа» и про вот этого парня с гранатой все уже подзабыли основательно. Но вы, Радь Фаридович, опять напомнили. Ну, я не знаю, может, это каретка ваша так расстаралась. Ну, в общем, вот так получилось. В общем, конечно, выводы вот такие. И самый главный вывод, что Хабиров собирается пойти на второй срок быть главой Республики Башкортостан. И вот это нас не может не беспокоить всерьез.